Всем привет, дорогие друзья! И по вашим многочисленным просьбам сегодня мы с вами начинаем разбор новой книги на испанском языке. Книга будет из той же самой серии, что и предыдущая книга, а именно про таксистку Пепу из Барселоны, Пепа Бия де Барселона. Книга эта будет чуть-чуть посложнее, а именно уровня B1, и называться она будет Una operación arriesgada, рискованная операция. И вы только посмотрите на обложку. Какая интригующая обложка! Она тоже 18+, ну и можете, собственно, предположить в комментариях, что это за будет операция такая, и о чем, в принципе, пойдет речь в книге. В нашей книге 21 глава, и, как обычно, я буду разбирать, наверное, в одном видео одну главу. Первые несколько глав будут выходить каждый день, чтобы вам было интереснее втягиваться в сюжет. Наверное, первые 5 или 10 посмотрим. У нас же впереди новогодние каникулы, поэтому, может быть, в новогодние каникулы буду выпускать видео почаще, а потом главы будут выходить через день. Поэтому мы с вами будем видеться очень часто. Итак, сегодня мы с вами разберем действующих лиц и первую главу. И давайте приступим. Итак, друзья, приступаем к чтению про нашу таксистку Пепу. Пепа Бия, и зовут ее Пепа, фамилия Бия. Траваха кому таксиста эн Барселёна. Работает таксисткой в Барселоне. Книга называется «Она операцион арисгада». И написали ее два автора женщины, Алисия Эстопинья и Неус Санс. Вот так выглядит обложка. Посмотрим, что все это значит. И начнем мы с вами с разбора персонажей. И здесь персонажи даже показаны с фотографиями. Итак, вот наша главная героиня Пепа Бия. Ну, много информации про нее тут нам не дают. Это молодая таксистка, которая живет и работает в Барселоне. Следующий персонаж. Его зовут Хабьер Агирры. Это актуальная, настоящая пара Пепы. То есть, несмотря на то, что это мужчина, да, обратите внимание, слово «пареха» употребляется в женском роде. «Es la actual pareja de Pepa. Es medico y trabaja en una clínica de estetica». Он медик и работает в центре эстетической хирургии, да, или как бы в каком-то, в какой-то клинике по красоте, в клинике красоты, в клинике эстетики. Следующая героиня – это Лоли, Espeluquera y amiga de Pepa. Лоли у нас была и в предыдущей тоже книге, да. Она парикмахер и подруга Пепы. Quiere aumentar el tamaño de sus pechos. Она хочет, quiere, хочет aumentar, увеличить el tamaño, размер de sus pechos своей груди. «El pecho» – это грудь, тут она как бы во множественном числе, да, употребляется. «Los pechos» как бы как груди своих, своих грудей. Вот, ну и, собственно, если вернуться к обложке, то мы можем предположить, что кто-то из них, наверное, это Лоли, да, и все с большой грудью. Поэтому что-то будет тут связанное именно с операцией по увеличению груди. Значит, это Лоли. Следующий персонаж – Armando. Es un argentino que tiene un bar en el barrio de Gracia, donde viven Pepa y Loli. Это аргентинец, который имеет бар в районе Gracia, где живут Pepa y Loli. Тут все просто. Артуро Melo es el medico propietario de la clínica Melo, centro de estética donde trabaja Javier, el novio de Pepa. Это medic. Es el medico propietario. Пропietario – это собственник, да, то есть это медик, собственник. Клиники Melo, да, которая названа в честь, видимо, его фамилии, эстетического центра, где работает Javier, молодой человек Pepa. То есть, к слову, pareja, мы можем употребить синоним nobio и nobio. Да, и Артуро Melo – это, получается, начальник Javier. Следующий персонаж очень интересный. Карло Очио Бейо. Очио Бейо es un attractivo medico italiano que trabaja en la clínica Melo. Это привлекательный врач-итальянец, итальянский, который работает в клинике Melo. И es un adicto a la guija. Un adicto – это зависимый. La guija – что такое la guija? Я вам лучше сейчас покажу картинку, потому что, как это называется по-русски, я тоже не совсем уверена. В общем, la guija – это вот эта вот штучка. По-моему, по-русски это называется доска для спиритических сеансов или спиритическая доска. То есть наверняка вы видели подобное в фильмах ужасов, когда кто-то пытался там вызвать духа, поговорить с привидением и так далее. Вот, в общем, он зависим от этой доски. Ну, он любит ей пользоваться, да. Адикто употребляется как в переносном смысле зависимый, как просто у него такое хобби, так и, например, наркозависимый, зависимый от алкоголя и так далее. Адикто. Un adicto. Ну, и обратите внимание, adicto, adicción употребляется с предлогом a, как бы зависимый от чего-то, adicto a algo. Следующий персонаж – это Francisco Tía. Francisco Tía es un periodista de la prensa del corazón. Интересно. Es un periodista. Periodista – это журналист. То есть это журналист из прессы сердца. Что такое пресса сердца? La prensa – это пресса. El corazón – это сердце. Но так называется жёлтая пресса. Жёлтая пресса, она называется иногда la prensa rosa, как розовая пресса. Или la prensa amarilla. Тоже есть такое сочетание. Либо la prensa de corazón. И последний персонаж – это Condesa de Habugo. Condesa – это графиня. Графиня de Habugo. Ну, это её фамилия. Графиня хабугская, как бы мы перевели, наверное, по-русски. Она богатая эсунарика – аристократа. Бойна клиента de la clínica Melo. Она богатая аристократка. Хорошая клиентка клиники Melo. Вот. Такие у нас персонажи. Но мы будем к ним возвращаться ещё не раз. Давайте ещё раз пробежим. Пеппа – главная героиня. Хабьер – её парень, её мужчина, да, который работает в центре эстетики. Лоли – подруга Пеппы, которая хочет увеличить грудь. Армандо – их лучший друг. Ну, их какой-то общий друг, у которого есть бар. Артуро Melo – владелец клиники. Карло Чубео – итальянец, который любит также вызывать духов Франсиско Тия – журналист. И Кондеса Дехабого – постоянная клиентка клиники, которая является графиней. Итак, давайте мы с вами сегодня прочитаем капитулу uno, первую главу. И эта глава будет посвящена Пеппе, главной героине. Привет! Всем привет! Me presento – как я представлюсь, я представляюсь. Тут me presento – это глагол presentarse в настоящем времени. Но оно тут употребляется в значении будущего времени. Как разрешите представиться? Me presento. Меня зовут Пеппа Бия. Мне 33 года, да, возраст у нас употребляется. Глаголом tenere, напоминаю вам об этом. Я таксисткой живу в районе De Gracia, De Barcelona. Это сноска на лексические комментарии. Ну и давайте мы с вами будем лексические комментарии тоже сразу читать, потому что там много всего интересного. Значит, лексические комментарии называются notas explicativas, то есть заметки объяснительные, объяснительные заметки. И слова, которые помечены перчиком, это значит, что это какое-то такое крепкое выражение palabra o expresión vulgar, вульгарное выражение, да, грубое. А то, что помечено таким белым облачком, это palabra o expresión coloquial. То есть это какое-то слово или выражение просто разговорное. Ну и следующее, ну то есть первое на шестновское, это El barrio de Gracia, район Gracia. Es el barrio de Barcelona, donde vive Pepa Villa. Это район Барселоны, где живет Pepa Villa. Antiguamente era un pueblo, y hoy en día se encuentra en el centro de Barcelona. То есть раньше он был отдельным каким-то городком, или раньше это было деревней, а сейчас hoy en día, такое выражение интересное, как на сегодняшний день, находится в центре Барселоны, se encuentra, находится. Ну а мы переходим дальше. Значит, идем дальше. Я таксистка, живу в районе Gracia de Barcelona. Me gusta mi trabajo, porque me gusta conducir y conocer gente. Мне нравится моя работа, потому что мне нравится водить и знакомиться с людьми. Но тут пока что все просто, да. Conducir – это водить машину, да. Conocer – знать кого-то, да. Мы знаем, что в испанском языке есть два глагола знать. Это saber и conocer. И conocer как раз таки в значении быть знакомым с кем-то. Мы употребляем conocer как раз таки с людьми. La verdad es que conduzco muy bien. No siempre respeto las normas del tráfico, pero conduzco bien. Conduzco – это, кстати, первая форма от глагола conducir, форма я. И conocer тоже так же спрягается. Conducir – conduzco. То есть, по правде говоря, правда заключается в том, что вожу очень хорошо. Conduzco – muy bien. Не всегда уважаю нормы дорожного движения. Respeto – глагола respetar. Las normas del tráfico. Pero conduzco – bien. Но вожу хорошо. Estoy soltera, sin hijos y quiero seguir así. Я свободна, я одинока, без детей. И хочу продолжать так. Обратите внимание, soltera – это семейное положение. Семейное положение мы употребляем с глаголом estar. Estoy soltera, без детей. И хочу продолжать так. Глагол seguir мы можем перевести как следовать за чем-то, за кем-то. И мы знаем такую конструкцию как seguir плюс gerundi. И обозначает она, как продолжать что-то делать. Допустим, ну тут как бы такая усеченная форма. Тут нету gerundi, а тут просто sigir – asi. Продолжать так. Вот. Но после sigir можно поставить и gerundi тоже. Это неидуальгунос-нобиос. У меня было несколько молодых людей, несколько мужчин. Альгунос, ну как, неопределенное количество, да. То есть, мы не можем судить о количестве. У меня было несколько мужчин. Моя мама и моя сестра говорят, что слишком много. Слово demasiado может переводиться... То есть, оно у нас изменяется в зависимости от существительного, да. В данном случае оно относится к слову nobios. То есть, моя мама и моя сестра говорят, что слишком много. Ноше. Не знаю. Кисас переводится как «может быть», «вероятно», а «тенеррасон» – «быть правым». Как возможно, они правы. Идем дальше. Я думаю, что сейчас, наконец-то, моя удача изменилась. Дословно. Ну, или как мне улыбнулась удача, можно перевести. Ну, или как ситуация изменилась. То есть, возможно, мне повезло на этот раз, говорит Пепа. Conocer a – тут стоит в прошедшем времени, да, в indefinido. То есть, я узнала Хавьера, я познакомилась с Хавьером. Обратите внимание на предлог. Русскоязычным людям часто хочется сказать conocer con, да, как знакомиться с кем-то. Но conocer мы употребляем именно с предлогом «а». Conocer a – хавьера, as a tres meses, es encantador. As a tres meses – «ас» в данном случае переводится не как глагол «делать», а как «назад», то есть «три месяца назад». As a tres meses, да. То есть, «три месяца назад познакомилась с Хавьером, и он – самоочарование». Encantador – это такое существительное от глагола «encantar». И «encantar» переводится как «очень нравится». То есть, «encantador» – это тот, который очень всем нравится. То есть, он – очарование, самоочарование. Но «encantador» может быть тут… Un encanto – это самоочарование, скорее, это существительное. А «encantador» – это прилагательное, да. «Es encantador», он – очарователен. Nono semus peliado ni una sola vez. Peliarse – глагол возвратный переводится как «сориться», «драться» – дословно переводится как «драться». Но не всегда речь идёт о рукоприкладстве, когда мы говорим «peliarse». Тут они имеют в виду, что просто мы не ссорились ни una sola vez, ни как бы ни единого раза, ни одного раза. «Se llama Javier Aguirre, tiene 40 años, es médico и trabaja en una clínica de estética». Его зовут Javier Aguirre, им у 40 лет, он медик и работает в клинике эстетики. «Está divorciado» – то есть он разведён, да, тоже семейное положение, разведён. И тоже с глаголом «estar» мы его употребляем. У него двое детей, 10 и 9 años, которым семь и девять лет, которые проводят с ним выходной каждые 15 дней, él quiere que yo juegue con ellos, que los acompañe al cine o al parque, pero a mí me aburren sus juegos, no me gustan las películas infantiles, y en el parque nos sirven cerveza. «Он хочет, чтобы я играла с ними». Обратите внимание, давайте буду кое-что тут помечать. «Huege» – глагол «hugar» здесь ставится в форме «subhuntivo», в наклонении «subhuntivo». Почему тут употребляется «subhuntivo»? Потому что «subhuntivo» мы используем, когда один человек изъявляет волю, чтобы другой что-то сделал. То есть он хочет, чтобы я играла с ними, чтобы их сопровождало в кино. Тоже субхuntivo от глагола «accompagnar». Лучше так буду подчеркивать. «O al parque, pero a mí me aburren sus juegos, no meña», как бы вгоняют в скуку их игры. «Aburir» – это как вызывать скуку, «aburido» – это скучный, мы знаем. Как меня вгоняют в скуку их игры. «No me gustan las películas infantiles». Мне не нравятся фильмы детские. «Infantil» переводится как «детский». «E en el parque no sirven cerveza». И в парке не подают пиво. «Cerveza» – это пиво, «serbir» – это как подавать что-то, как официант, «el camarero sirve», официант подает. «Cuando toca niños», «yo le digo a Javier que voy a ver a mi madre o a mis sobrinos, pero la verdad es que me voy con mis amigos». «Cuando toca niños». Давайте посмотрим, что значит «cuando toca». Ой. Ой-ой-ой. Да, это у нас страница 58. Так, «toco niños». «A Javier le corresponde pasar el fin de semana con sus hijos». То есть «haviero» полагается, как «le corresponde», он имеет обязанность проводить выходные со своими детьми. То есть «toco», как ему выпадает, получается, когда ему надо проводить. Ну, то есть «tocar» в данном случае мы можем перевести именно так. «Cuando toca niños», когда надо, что касается детей, когда надо проводить время с детьми. «Yo le digo a Javier que voy a ver a mi madre». То есть «ya говорю Javieru, что ya voy a ver», как я увижусь, как я иду повидать мою маму. Перед словом «madre» мы ставим предлог «a», потому что она живая, а перед одушевленными существительными мы всегда ставим предлог «a». «Я пойду повидать мою маму» o a mis sobrinos, или моих племянников. «Pero la verdad es que voy con mis sobrinos». Но, по правде говоря, я иду с моими друзьями. Вот интересный ещё такой момент. «Le digo a Javier». Это такой повтор, типичный для испанского языка. «Le» – это косвенное дополнение «ему». И дословно мы можем это перевести как «я ему говорю Javieru, что увижусь с мамой». Как бы зачем говорить «le», если мы и так говорим о Javier? Непонятно. Но вот в испанском языке это довольно типично. Вот. Так что вы не удивляйтесь, если вы когда-то встретите, на ваш взгляд, какое-то лишнее, как будто бы дополнение. Да, в испанском так говорится. Это довольно-таки типично. Итак, продолжаем. «Tengo bastantes amigos». У меня достаточно друзей. «Bastante» – это такое же прилагательное, как «demasiado». И оно тоже зависит от рода существительного, которое пойдёт за ним. «Tengo bastantes amigos». У меня достаточное количество друзей. «Я и дичо» – «Я и дичо». «Mucha gente se conoce». Глагол «conocer», который мы знаем уже, это «быть знакомым», «знакомиться». Почему он тут стоит в возвратной форме? Потому что в испанском языке можно сделать такую возвратную, безличную форму, добавив к третьему лицу глагола частицу «се». Третьему лицу – единственному числу. Например, по-русски мы скажем «пишется», а по-испански мы скажем «се escribe». Ну, то же самое, да, собственно. Или, например, «говорится» мы скажем по-русски, а по-испански «se dice». Как бы оно говорится, оно пишется. «Se dice», «se escribe». А здесь у нас «se conoce». как бы «знается», «знакомится». Ну, по-русски мы не можем это заменить на такой точный аналог, но она хочет сказать, что на моей работе как бы я знакомлюсь со многими людьми. «Se conoce a mucha gente». Как бы на моей работе узнаётся много людей. Вот так вот. То есть, как мы помним, ей нравится водить машину и знакомиться с людьми. Так вот, на моей работе узнаётся много людей. «Gente» – это одушевлённое существительное, да, поэтому мы тоже ставим перед ним предлог «a». «Ой, tengo la tarde libre, pero Javier trabaja, así que voy a ir con Loli a tomar un café al bar de Armando, un argentino. Сегодня имею вечер свободный. «Ой, tengo la tarde libre, pero Javier trabaja, но Javier работает. Así que…» «Так что?» «Я пойду с Loli». «Boy a ir con Loli». «Ir plus a plus infinitiv». Да, узнали эту конструкцию. Это конструкция будущего времени. Как бы «я собираюсь пойти». Или мы просто её можем перевести как одним глаголом. «Я пойду с Loli выпить кофе в парк Armando» – аргентинцу. «Лоли – парикмахер и работает на той же самой улице «en la que yo vivo». «На которой…» «la» тут относится к «la calle». «En la que yo vivo». «На той самой, которой я живу». Мы бы по-русски, наверное, сказали «en la calle», «en que yo vivo». «На которой», «en que». Но по-испански, вот испанцы добавляют артикль «en la que», «на той», «на той самой», «на которой». «En la que yo vivo». «Hay dos cosas en la vida de Loli que según ella necesitan un arreglo urgente». «El local de la pelicuría y sus tetas». «Есть две вещи». «Hay dos cosas». «Hay» переводится, как «есть имеется». «Есть две вещи в жизни Loli», которые «sugún ella», «sugún» – это «согласно», как «согласно ей», «necesitan» – нуждаются в ремонте срочном. «Arreglo» – это как какое-то упорядочивание, ремонт, «ургente» – срочный. «El local de la pelicuría», «local» – это как «lugar», «mесто perichmacherской» «y sus tetas», «y yo gruć», «y yo tichki». «Tetas» – это такое есть слово простое, то есть достаточно разговорное, «sus tetas», «y yo gruć». «Yo estoy de acuerdo en que tiene que pintar y modernizar el cuartito en el que lava, tiene y peina cabezas. «Pero no veo la necesidad de pasar por un kerofano para ponerse silicona». «Yo estoy de acuerdo», «ya согласna», «estar de acuerdo», «быть согласным». «en que», как бы «v tom, что», «en que». «Tiene que pintar y modernizar». «Tiene que», «tener que» плюс инфинитив переводится как «быть должным что-то сделать», «иметь обязанность что-то сделать». «Я согласна в том, что она должна покрасить и модернизировать». «Cuartito» это уменьшительная форма от слова «cuarto». «Cuarto» мы переводим как «комната», то есть «комнатушку», «комнатку». «Я согласна с тем, что ей нужно покрасить и как-то обновить комнатку, в которой, да, опять не просто «en que», а «en el que». «el» в данном случае относится к «el cuartito», в которой она «laba» моет, «labar» мыть, «tymye», «tenir» красить, красит и причесывает головы, ну, как расчесывает, делает прическу. «Pero no veo la necesidad», «no ne вижу необходимости». «De pasar por un kerofano». Какой необходимости? «Necesidad de algo» всегда идет, да, с предлогом «de». необходимости проходить через хирургию, чтобы поставить силикон, para ponerse silicona. «Si sus tetas no son muy grandes». «I que?» «Да, ее грудь не очень большая». «I que?» «И что?» «Pero a ella el tamaño sí le importa». «No ей размер важен». Вот это такое тоже, такое излишество испанского языка, да, как бы дословно переводится, но ей размер «да» важен. И вот это вот «si» на русский язык мы его не переводим. Мы просто как бы скорее выражаем этой интонацией. «No ей размер» действительно важен. «No ей важен» размер. «Хавьер» «Хавьер леадичо а лоли» «Кенсу клиника, ла клиника Мэлло, афен Милагрос». «Хавьер леадичо а лоли». Опять же, чтобы не запутаться в этих дополнениях глаголов, мы начинаем перевод с глагола. «Адичо» – это глагол «desir» во времени «preterito perfecto». То есть «Хавьер сказал ле». К чему относится ле? Ле у нас повторк «а лоли». «Хавьер сказал лоли». Как бы дословно, «Хавьер ей сказал лоли», что в его клинике, клинике Мэлло, творят чудеса, делают чудеса. Милагрос – это чудо. «Входишь», ну, видимо, туда. Страшная толстая с морщинами и выходишь красивая, стройная и с кожей младенца. «Лоли ha estado ahorrando durante algún tiempo y ahora tiene el dinero suficiente para la operación». «Лоли ha estado ahorrando». Это как бы такое время, как английское «present perfect continuous». Но в испанском это просто конструкция «estar» плюс «gerundi» и «estar», ну, как бы нет такого какого-то времени, то есть это называется просто конструкция «estar» плюс «gerundi» и «estar» мы поставили во время «preterrito perfecto». «Aurar» глагол переводится как экономить, откладывать деньги, копить, то есть «лоли» «копила» и как бы вот этот «gerundi» он обозначает длительность действия, то есть она копила на протяжении долгого времени, durante algún tiempo и тут вот это вот продолжительность действия мы хотим подчеркнуть. В то же время «aestado» это «preterrito perfecto», то есть это действие возвращает нас в настоящее время, то есть она копила, ну и возможно все еще копит, то есть возможно на русский более корректно даже перевести «лола копит» в течение какого-то времени, а, ну тут уже у нее есть достаточно денег, ну то есть копила, да, и только что накопила, то есть «лоли» копила в течение какого-то времени и сейчас имеет денег достаточно, суффициентное, это достаточное количество «para la operación» на операцию. «La pelucería puede desperar» парикмахерская может подождать. Вот, такие дела, такая завязка. Ну и мы понимаем, что сюжет будет крутиться вокруг «лоли» и ее операции, скорее всего, но интересно будет посмотреть, как будут вплетаться в сюжет следующие персонажи. Ну а мы с вами увидимся в следующей главе номера «Дос», капитул «Дос». «Дос»